дорогие друзья это ролик который я обещал сделать по вашим вопросам на которые я не успел ответить в прямом эфире несколько интересных вопросов дениса с байер почему вы не пишите книгу про новодворскую только вы ну и так далее на самом деле книг написано книга написаны три книги написан я попытался издать последняя попытка была ногу год назад в украине крупное издательство ничего не издают на русском языке такая принципиальная позиция они знают кто такая новодворская они знают кто такой паровой но позиция есть позиция а можно было бы в россии задать есть какие-то связи остались но это стопроцентная цензура то есть вот здесь пожалуйста поправьте константин натанович вы тут про чекистов и лерочка что-то резкое говорит нам хочется жить в америке да можно но и за свой счет вот сейчас начнем собирать на фильм за одно соберем на издание книги а на самом деле надо делать фильм потому что главная причина под неудовлетворенности что это несколько фильмов а новодворской неудачных или скажем так хороших вот два фильма просто пропаганда один твц гадкая пропаганда оскорбительным вот этот последний фильм белое пальто дон сделал под воздействием конечно он не пропагандистский авторы пытались отойти от этого но тем не менее влияние очень сильно там полфильма обсуждения мемов которые чекисты создали про новодворск надо делать фильм это очевидно точка сейчас в состоянии переговоров по поводу фильма очень может быть что режиссер фильма женщина гулага политически близки на режиссер голливудский правда вот она возможно возьмется за это уже есть оператор уже есть какие-то инициативные деньги мои но надо собирать деньги конечно будем собирать я думаю что в ближайшее время устроим фантрайзинг на фильм а новодворский ну и параллельно издание книги обычно это приветствуется здесь книга на английском языке и фильм ориентированный на западную аудиторию потому что делать что-то сегодня для аудитории российской переубеждать ее в общем по-видимому поздно вот будем делать такой глобальный взгляд на новодворскую на ее деятельность в россии это уникальное явление конечно и она абсолютно автономно то есть огромное количество подвигов совершили российские правозащитники начиная с выступления на красной площади но такая вот последовательная работа валерия ленишна не стеснялась ни одного слова которое которое она произнесла за свою жизнь потому что под сразу борьба с советским союзом с кпсс с кгб правозащитники обмялись говорили там о сотрудничестве икона правозащитного движения андрей дмитрий сахаров говорил о слиянии коммунизма и капитализма о теории конвергенции но ничего этого в истории новодворской нету конечно так захар бейнерт ему кажется что пропагандистская кампания против трампа и доеху не из одного ли кабинета спасибо вы абсолютно правы захар из одного кабинета все точно вот сейчас ярый пропагандист евгений альбац здесь соединенных штатов поддерживает демократическую партию клянет трампа предприняла такой пропагандистский тур по украине убеждала украинцев в том что если вдруг трамп придет к власти или когда он придет власти то поддерживать украину соединенные штаты не будут это ложь подлинная такая ложь пропагандиста об этом говорит пятковский который тоже поддерживает демократическую партию пархоменко ну все все левые эти российские либералы это неправда вот и источник финансирования этой пропагандистской компании сейчас все больше и больше становится ясно что он из соединенных штатов сорос там ну много источников стасис данаускас значит чат депети сказал что нападение россии на украину невозможно тот тот заливал информацию в чат ругается он по поводу тех кто заливал информацию вся история существования россии она на кого-то нападала это наша дискуссия по поводу прямом эфире по поводу чата g5 который умышленно сделал так что события после двадцать первого года он на них не знает его ограничили это сделано из известных опасений влияние искусственного интеллекта на политическую ситуацию вообще на жизнь людей ограничение туда никто не заливал информацию мы просто сказали этого искусственного интеллекта все что произошло после двадцать первого года тебя не касается почти вот то до двадцать первого года я попробовал с ним поговорить на какие-то темы современные действительно он так константин натанович российские либералы осознанно выбирают сеть вместо того чтобы помогать украине и за границей ведь это же common sense здравый смысл а не критическое мышление кстати психи 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 пас псих пас так базовая эмпатия сострадание к людям погибаемым от режима которые они пытаются изменить зачем осознанно класть себя в пасть пляшивого недоимперского режима и не продавать шкуру дьяволу отдать ее просто так почему они меняют режим с обратной стороны от противного это эгоизм я бы хотел себя поджечь прилюдно на красной площади тогда я не смогу продолжать перевозить беженцев и развозить так мед зсу спасибо за ваш честный ответ а дорогой пас я не думаю что я с вами согласен я не думаю что это правильный путь и сжигать себя и так протестовать против путинского режима пошел к черту ради него еще демонстрировать таким образом оппозиционность бороться с ним надо это моя позиция бороться бороться активно это многие делают скажем я сегодня говорила левых либералов которые поддерживают байдена и делают вид что все в порядке с поставками оружия ну вот мы здесь в том числе боремся с этим активизируем украинское сообщество которое находится под сильным влиянием администрации зеленского а это администрация говорит все в порядке не надо конфликтов ну понимаете я многие другие кто говорит о помощи украине и понимают что демократическая администрация ну сдавала и сдает украину и это чудо что украине появился такой президент который не поддался на эти уговоры политического убежища чудо так стасис доналскас опять депатировать с левыми с ним депатировать бесполезно это как клещам читать лекцию о том что они паразиты разносчики заболеваний стасис проблема же ведь не в пропагандистах я не надеюсь кого-то из пропагандистов там пятковского альбац парховенков чем-то убедить они существуют благодаря здесь соединенным штатам благодаря поддержке демократической администрации и менять свои позиции что убеждения не будут речь идет о гражданах публике простых граждан которые слышат с одной стороны утверждение что вот если бы был трамп то тогда бы вообще прекратилась помощь украине а если бы а вот сегодняшняя там слабая помощь это хорошо лучше это чем ничего чем ничего при трампе если бы он был президентом ну такое знаете значит правой рукой левое ухо почесывать ну кто-то в это верит ну приходится работать так она здравствуйте если навальный это проект кремля и люди сопровождающие его принадлежат фсб то как объяснить что эти же люди сопровождали карамурзу что значит сопровождали слежка что ли за карамурзой была я думаю что навальный сам об этом сказал когда он ездил вот перед отравлением новосибирск томск омск он ездил с очень четкой пропагандистской задачи объявить местные компании строительными мафии и он говорил о том что вот его надо охранять его преследует какие-то там чекисты ну местные местные власти в основном он не говорил тогда федеральных чекистов потому что они его охраняли в этом проблема так контики и гитлера еще не исключили из ООН что это за ООН такой организация объединенных наций многие международные организации продвигают собственные концепции всемирная организация здравоохранения раскручивала панику это было при трампе панику связанную с ковидом с гриппом и ну собирала деньги для так сказать решения собственных задач если вы помните трамп остановил финансирование всемирной организации здравоохранения а по его инициативе США вышли из нескольких структур ООН потому что они занимались там ЮНЕСКО занималась просто антисемитскими программами борьбой с Израилем поддержкой террористов палестинских ну вот ООН очень устарела конечно необходимо исключать Россию из состава учредителей как это было сделано с Лигой наций когда СССР напал на Финлянде СССР исключили из Лиги наций но она перестала существовать в общем позиция многих западных политиков дипломатов что пусть будет такая плохая но такая хоть какие то так сказать осуждения дискуссии ну нельзя судить Россию потому что нельзя судить Китай потому что у них право вето но если сейчас создавать новую структуру скажем без России но там же будет Китай без Китая это невозможно то есть это задача ну тупиковая поэтому у всех позиция такая пусть пока будет это организация объединенных наций другой лучше нету спасибо за поддержку Украины спасибо вам так биби тоже левак биби тоже левак это про Натаньяху Илья Болдарев написал понимаете с точки зрения либертарианской концепции очень мало кто не левак ну приходится искать компромиссы там и в Соединенных Штатах очень сильные популистские тенденции даже в республиканской партии и тоже много так сказать леваков популистов вот Натаньяху противостоит вот этим абсолютно левым протестом причем они левые не только с точки зрения там экономических теорий они левые и с точки зрения ну сохранения Израиля как государства независим они и любят Израиль много лозунгов там связанных с палестинцами с так называемым соблюдением прав человека хотя это очень косвенно имеет отношение к правам человека когда речь идет о террористах стреляющих ракетами по жилым домам вот так что вот это что-нибудь поделаешь так стул скрипит скрипит ну пусть скрипит может может ли быть такая большая страна России не империя хороший вопрос Контики Россия не была империя с девяносто первого года после победы так сказать демократии четыре года три с половиной это были такие антиимперские настроения мы с Андреем Владимировичем Козырем создали такой фонд внешнеоборонной политики я был сопредседателем мы в него пустили имперцев для дискуссии когда они захватили фонд они всех выкинули им дискуссии не нужны были вот и ну как раз об этом все время шла дискуссия империя не империя что Россию делают империи почему идея многополярного или многополюсного мира это имперская идея почему так опасно возрождение в России империи перед назначением Примакова бывшего одного из бывших руководителей КГБ министром иностранных дел я написал статью от Козырева Примакова путь назад и так получилось что через несколько дней Примаков в Государственном Думе на закрытом заседании говорил о своих планах о том что он собирается делать и это превратилось в такую дискуссию мою с ним меня затыкали конечно но там пару слов я успел произнести и это начало ну вот имперской политики превращения России в империи для Ельцина это был инструмент сохранения власти в начале он говорил что КГБ необходимо распустить это нереформируемая организация но уже в 93 году после серии попыток переворота он принял решение вернуть КГБ в новой форме как организацию которая будет защищать его его власть его позиции и началась имперская Россия можно было пойти другим путем там был кандидат в президенты молодой красивый Боря Немцов и мы его поддерживали и народ в общем поддержал но Борис Николаевич но он власть не хотел отпускать это такой советский руководитель был первый секретарь обкома человек не только не способный там мыслить категориями демократическими но он даже не способен был понять вот эту структуру федералистскую федеральную структуру извините федеральную структуру нового государства после 93 года его не устраивало отсутствие полноты власти он хотел унитарное государство именно поэтому он так нервно реагировал на желания регионов экономической автономии Уральской республики Татарстана именно поэтому была начата первая чеченская война так что Россия может быть не империя но для этого должны быть не имперцы во главе России тысяча раз уже говорил еще раз повторю Чехи у них был выбор там много кандидатов было в президента они выбрали в качестве президента Вацлава Гавила но это почти точная копия Валерия Новодвольская точная копия литературный критик диссидент правозащитник публицист ну там все совпадает но вот когда мы Лярочку пытались по достаточно цивилизованному кунцевскому избирательному округу провести на выборы в Думу семь процентов все понимаете это вот ну еще одна причина общество было слишком распропагандировано как раньше говорили слишком отравлено вот этой советской левой коммунистической пропагандой это сейчас вот все пишут мне ну огромное количество постов писем там вот мы не понимали Новодворскую и теперь поняли а теперь то чего ну поняли спасибо собачка скулит за кадром не знаю тут собачек ни у кого нету а на улице может быть окно было открыто да так Юрий Швец ну я не люблю этих фейсбэшников их здесь столько почему вы говорите что яжный кора мурза не из пробирки кремля а вы знаете я во многом фанки ван я во многом не совпадаю с яжным у нас с ним очень такие длительные давние расхождения он сторонник объединения националистов коммунистов левых я считал что эта позиция привела к ликвидации оппозиции он один из тех кто активно создавал и функционировал в солидарности он был сторонником сотрудничества с Лимоновым носил майку с Че Геварой и кепку с красной звездой ну политически мы так сказать мы оппозиционеры путинскому режиму но разные он сотрудничал с властью пытался сотрудничать вот Володя Карамур за стойкий оппозиционер у нас тоже есть расхождение с ним он ну вот здесь по Соединенным Штатам он сторонник демократической партии я для него дьявол воплотит Трампа поддерживаю но ни Яшин ни Карамурза никого отношения к ГБ не имеют это сотрудничество с Кремлем да для того чтобы там у Яшина избраться а у Карамурзы чтобы ну как-то воздействовать это его позиция была необходимо с Кремлем разговаривать вчера у Ларина услышал что Навальный все время кается и за Крым за вот они бутерброд и за Грузию грызуны за националистические марши осознал думаете ну нет конечно это агентура это тут есть еще один я его упоминать даже не хочу националист свое время нанес колоссальную еще пардасу партии народной свободы внедрен был фактически вот они понимаете как это как договор разъяло один раз подпишешь все двадцать восемь минут больше не могу иначе ролик не поместится спасибо друзья до встречи на прямом эфире во вторник и и не от все у у Продолжение следует...